Добрый день, ребята. Вы пришли на занятия «Чтение на иврите». По пятницам мы проводим уже 16-ю встречу и читаем повесть «Путешествие Нильса с дикими гусями», второе занятие по этой книге. Те, кто начинает только с нами сегодня, они просто, я думаю, знают текст и содержание, будут продолжать с того момента, на который они к нам пришли. Сегодня в программе есть две страницы книги. Сегодня в программе есть выдержки из… Ой, я старую открыла, первая 07-ая. Боже мой, видите, как я запуталась. Извините, ребята, сейчас одну секундочку. Я открыла не ту папку с нашим заданием. Вот эта папка, вот она. Она у меня есть, приготовлена и даже выведена, но я ее, к сожалению, неправильно набрала. Сейчас, одна минуточка, все, мы здесь. Демонстрация экрана. Да, 17-й, 17-й зум по пятницам, 8-го июля сегодня. И мы с вами читаем «Арпаткаот» Шель Нильс Ольгерсен. Начинаем эти чтения, две страницы. Потом у нас есть несколько страниц из энциклопедии, которые дают рассказ о нашем земном шаре и о сезонах года. Почему мы это читаем? Потому что когда в повести Нильс будет путешествовать от города к городу, от реки к реке, он будет в лесах, он будет в горах, нам нужно знать, о чем идет речь и понимать. И одновременно с развлечением, тем текстом, который мы читаем, мы будем узнавать полезные для себя вещи. Мы с вами помним, что остановились на моменте, когда ушли родители Нильса и оставили ему задание. Папа сказал, что Нильс должен прочитать 14 листов из своей книги. И он загрустил и даже хотел задремать. Что произошло? Сейчас будем видеть и читать. Давид, ты поднял руку, хотел что-то спросить. Пожалуйста. Да, вы мне не дали номер. Не сдали номер? Только сейчас зашел. Хорошо, ты будешь номер 11. Хорошо, что ты мне сказал. Ты очень хороший чтец. И я рада, что ты не пропустил сегодняшнее занятие. Сейчас пока закрывай микрофон и жди своей очереди. Ты номер 11. Захар, пожалуйста, начнем читать. Захар? Пожалуйста, смотри, где мы начинаем с первой книги. Скажи мне, пожалуйста, как ты понимаешь это предложение? Что нам тут сообщают? Мы помним, что Нильс вроде как даже уже задремал от скуки. И вдруг. Коль, Рахаш, Эйр, Ото, Вэ, Экфиц, Ото. Эйр, Вэ, Экфиц. Это два глагола. Что с Нильсом произошло? Его вроде разбудили. Он услышал голосок, и этот голос разбудил его и даже подбросил его, подпрыгнул. Он не сам подпрыгнул, а от неожиданности, что он услышал голос, он подпрыгнул со своего места. Ми-ко-мо. Скажи мне, пожалуйста, Натанель, встречалось ли тебе слово Рахаш? Коль, Рахаш. Как мы можем понять это? Не Рахаш, а Рахаш. Рахаш. Спасибо, потому что в ударениях я, конечно, не сильно благодарю тебя. Я тоже пришла с вами учиться. В основном Рахаш – это вот маленький, очень тихий, ну, тихий голос. Тихий, маленький, тоненький голосок. Да. Можно так примерно? Так вот, откуда ни возьмись, вдруг появился такой голос. Хорошо, Захар, прочитай, пожалуйста, еще одно предложение. Это будет справедливо. Точка стоит, замечательно. Мы с тобой прочитали два хороших предложения. И тоже, скажи мне, знаешь ли, что это такое Эден Ахалон? Слово Халон, я уверена, что ты знаешь, это окошко. А вот Эден, здесь у нас, если ты живешь тоже в Израиле, практически нет подоконников, потому что очень узенькие окна. А там, где стены толстые, тогда есть окно и такая дощечка под окном, которая называется подоконник. На иврите это Эден. Так что же он увидел на подоконнике? Мамаш муль эйнаф. Буквально против его глаз. Пожалуйста, Захар, кто он увидел? Кто может сказать, Рей и Катан? Все пока затрудняются. Скажи, пожалуйста, Натанель, знаешь ли ты это выражение? Я могу сначала спросить? Конечно. Вопрос. Ма, сначала я объясню. Гаи Катан это маленькое зеркальце. Гаи Катан. Ма, я понимаю. Гаи Катан. Ма, 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 ма. Ма, 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 ма. Ма, ма, ма. Ма, ма. Это два вопроса. Два вопроса, пожалуйста. Можешь ты, Матвей, ответить на этот вопрос? Хотя бы на один. Можно повторить? Можно напомнить первым. Какой-то голос его разбудил. Так, правильно. Когда он проснулся и подскочил, он увидел на подоконнике против своих прямо глаз маленькое зеркало. Мар-э, а тут еще одно название. Рэ-и. Что такое рэ-и? Как слово Мар-э. Ты знаешь, Мар-э, Мар-а это зеркало. А, понятно. Так, и теперь читает Натанель. Он третий по... А я не читал. Читал Захар, читал Матвей, правильно? Я не читал. Я не читал. Да-да-да, Захар читал два предложения. Замечательно. У меня просто сдвинулся тут немножечко список. Пожалуйста, Матвей, читай следующее предложение. Бар-а-и-р-зе, ищта-кфа, пинат, ахедер, уба, аргас, этв, гадол, вена-ум. Еще один, типа, твое предложение еще одно. Та-а-то, щель, ана-а, хая, аргас, этв, потох, лер-ваха. Лер-ваха. Потох, лер-ваха. Скажи, пожалуйста, Матвей, ты встречал такое выражение? Потох, лер-ваха. Что это? Открытый до конца или что-то? Да, настежь. Еще есть такое слово в русском языке. Настежь. То есть открыт полностью, не так чуть-чуть, не наполовину, а полностью крышка открыта. И это все он увидел в зеркале, когда... И он был очень удивлен, правильно? И тут у нас написано. Пожалуйста, Натанель, вот здесь нужен вопрос по первому предложению. Как ты думаешь? Вот здесь иштакфа. Иштакфа. Пожалуйста, Матвей, встречался ли такой глагол? Бары и азэ иштакфа пинат ахэдер. Видено. Да, отразилось. Он увидел зеркало. А внутри этого зеркала было отражение, каков это уголка хомнатэ. То есть он на пусто. Небольшая ошибочка. Какая? Потому что вот если смотреть... Вот. Потом, когда я прочитаю до конца... Тут он закрытый, где этот годон винаул. А тут он открытый. А почему? Как ты думаешь? Это случилось чудо. Поэтому он был удивлен, что оргаз, который был закрыт в науле, вдруг раз и открылся. Какая ошибочка? Какая ошибочка? Так, оргаз не втах. Какая ошибочка? Какая ошибочка? Какая ошибочка? Сагур. Сагур, ба. Как у нас замок называется? Был мануль. Был мануль. И значит... Аргас ая науль. И лепета у патах лирваха. Замечательно, Матвей. Очень хорошо. Молодец. Спасибо. Теперь, пожалуйста, Натанель. Аль. Остановимся, пожалуйста, Натанель. И потихоньку каждое предложение попробуем рассказать, как бы, самое основное его содержание. Может быть, даже не надо переводить. Давайте чуть-чуть поговорим. Гамат, Яшав, Эйфо, Аль, Сфат, Шель, Аргаз. Что это Сфат, Шель, Аргаз? Или Сфата, может быть, А на конце. Это кромка, которая идет вокруг большого ящика. И на этой кромке сидел Гамат. Какой он был? Ктантан у Маосе. Бадак. Бадак. Эхадны михтотот. А мы еще агукомут. Меши. Можно я спрошу детей? Пожалуйста. Вот я... Мехтотот. Мехтот. А, вот мехатот. Да, вот я тоже, например, не знаю это. Это какая-то одежда. Как ты думаешь? Правильно я угадала? И она сделана... Я вот несколько секунд назад, я понял, потому что меня научили находить корень слова. Тут есть махат. Махат, да. Это иголка. Ну, да. Так. И для этого это что же сшитое? Ага. Свитер. А я, кажется, знаю, что это. Скажи, Диана. Я думала, что это подушечка для иголок. Ага. Может быть. И она сделана из... Вот смотрите. Рикма – это вышивка. Да? Да. А рекма – это там... Вот есть такая площадь, на которой вышивают. Да, да. И вот рекма – это как раз вышивка и есть. И она, вся эта конструкция была где? Ша-ю-ба-аргас. То есть там были и иголки, и вот такие подушечки для иголок, на которых была вышивка. И дальше Гамад Лёйфхин Банаар. Он увидел, маленький этот Гамад, он увидел, что есть в комнате мальчик-подросток. Наар – это мальчик-подросток, ну, которому лет может быть 12-13, вот такого примерно возраста. Правильно? Увидел Гамад? Гамад Лёйфхин Банаар. Как вы думаете? Лёйфхин – это он, значит, его не распознал. Не увидел попросту и подумал, что он там один. О, я катангтантон кезерет. Что это зерет? Кто знает? Зерет, зеронет. Зерет – это пальчик. Какой пальчик? Мизинчик. Мизинчик. Так вот этот вот Гамад, а я катангтантон. Где я тут уже потеряла? А, катангтантон кезерет. Так, маленький пальчик-мизинчик. Венер – а, закэнмэод. А выглядел он очень старым. Всё поняли вы? Пожалуйста, Матвей, говори. Говорят про гнома, мне кажется, маленького. Про гнома, конечно. Это и есть гном, маленький человечек, который величиной всего один пальчик. И он ещё к тому же какой? Закэн мы он. Ну да, потому что гномы все с бородой. Да, все старенькие, они долго живут и делают чудеса. Можно вопрос? Пожалуйста. Ну, есть же гномы большие и есть маленькие, да? Возможно. Возможно. Есть как-то мизинцы, а есть как-то я. В нашем рассказе есть такой гном, о котором мы будем сегодня говорить. Возможно, есть ещё какие-то, но не для нашей сегодняшней темы. Итак, Натанель, спасибо большое. Теперь переходит очередь к Софии. София начинает читать вот с этого места, где я держу свою стрелочку. Я не хотел, что-то не хотел, что-то не хотел. Отлично. Здесь нам с вами повезло в том, что мы встретили название разных частей одежды или одежды самой, такой, который не часто встречается. И мы сейчас про эту одежду поговорим. А я, лё, был у него мэиль шахор. Скажи, пожалуйста, София, мэиль шахор – это понятные слова. Что было, во что он был одет? В чёрную куртку. Куртку? Подходит. О, мехносей мэши шхорим. Какие у него были штанишки? Они были тоже чёрные. Из чего сделаны? Мэши. Мэши – это шерсть. Да? Он был тепло одет. У него было пальто или курточка. Можно и так, и так слово мэиль переводить. И они были чёрного цвета и из шерсти. Посмотрите, как он был красиво весь украшен, этот его наряд. Потому что под курточкой ещё и выглядывали эцицу кишутей украшения из мальмала. Это какая-то очень тоненькая, как-то особенно обработанная ткань. Это дорогая ткань, и она очень красивая. И эта ткань обворачивала или закрывала этот цаварон. Скажи мне, пожалуйста, София, ты встречала такое слово «цаварон»? Нет. Можно я спрошу вопрос? Да, но одну минуточку, мы разберёмся с этим словом. Ладно, Натанель? Смотрите, цавар – это шея, правильно? Да? Это воротник. Воротник, цавар – шея, а цаварон – это то, что вокруг шеи. Так, и ещё и шарвули мы поговорим. Что это шарвуль? Шарвуль – это рука. Так, вот эти вот красивые украшения, которые выглядывали из-под его курточки, они были и на воротнике, и на рукавах. Пожалуйста, Натанель, какие ты хочешь задать вопросы? Один вопрос. Как он неразит? Как он неразит? София, что ты хочешь сказать нам? Он был Михаил. Первое – он был закрыт, нехрен? Он был закрыт. А как мы можем одним словом сказать, что он был одет красиво, правда? Скажи так нам, пожалуйста, на иврите. Правильный ответ на твой взгляд, Натанель? Или ты хотел какой-то другой получить? Двигаемся дальше? И что дальше произошло? Ты прочитала же это предложение, да? Или это я уже сама тут дальше продвинулась? Что было одето на голове нашего героя? Извините, можно мне тоже иногда прочитать? Потому что я тоже вместе с вами учусь. Тоже узнаю новые слова и тоже хочу многое понимать. Иногда вам помогаю, иногда вы мне помогаете. И теперь мы тогда, я с вашей помощью тогда пойму, что было одето на голове у маленького гномика. Вы знаете, у нас где-то есть рисунок. И сейчас я посмотрю, где он этот рисунок и что. Ага, посмотрите, это Нильс, наверное. А сейчас я переверну еще на одну страничку. Раз, два. Ага, вот посмотрите, гамад. Что у него на голове? Шляпа какая-то особенная. Вероятно, она так называется. И он, видите, рассматривает такую ткань, которая богато расшита с помощью, потому что меши – это не только шерсть, это еще и шелк. И вот на этой ткани шелковая вышивка. А так он такой красиво одет, и, вероятно, ему нужны еще красивые ткани, чтобы он мог быть нарядным. Хорошо, дети, молодцы, мы с вами. Итак, переходит очередь к Диане. Она читает следующее предложение. Диана, пожалуйста. Диана, пожалуйста. Диана, скажи, пожалуйста, ты далеко от микрофона, у тебя как-то голос пропадает. Мы с тобой еще раз посмотрим. Я напропала, кажется. Яна, можно спросить вопрос? Да, пожалуйста, Натан Эль, спрашивай. Кто разговаривал? Кто беседовал друг с другом? Что он сказал? Кто сказал, кому что? Первый был кто? Гном сказал, отпусти меня Нильсу. И потом гном сказал, что он хороший гномик, и он помогал его родителям. И еще что, он очень много лет уже здесь живет, правда? Да. Хорошо. Можно двигаться дальше, Натан Эль, как ты думаешь? Теперь очередь Викки. Вика, пожалуйста, читай следующее предложение со словом, ciamo даже ответить. Сверидит. Что такое мнение? Далее? Пожалуйста. Сверидит. Минуточка, да, остановимся немножко. Минуточка, да, чистое золото дал ему такую монетку. И как он сказал, а Нильс сказал, ну, берешут за разрешение, да, за то, что он ему, его отпустит, потому что Нильс поймал его в сачок, которым ловят бабочек. И внутри этого сачка он его держал. И за то, что он его отпустит, он взял, попросил что-то, а Агамат дал ему монетку. Очень хорошо, Вика, спасибо. Ника, ты можешь сейчас читать, будешь? Посмотрите, держу, Нильс. Нильс ошит от еду о Амат-бэр. Язь ит-харет. Язь ит-харет. И дальше ещё одно предложение. Хорошо, Ника. Ещё одну минуточку, мы вернёмся тут. Нильс протянула руку к этой монетке. И вдруг он заколебался. Почему же я должен освободить тебя? И он спросил, Гамат, Что ты ещё захочешь? Спросил его громким и очень сердитым голосом. Натанель, скажи, пожалуйста, Ты хочешь что-нибудь спросить по этому предложению? По этим предложениям? Они совершенно понятные, да? Будем что-то спрашивать? Да, но можно это как бы сделать им. Вот как соединить два слова? А, вот это надо, да. Ты хочешь, чтобы мы сделали новое слово из него? Ага, я тоже должна подумать. Как это понимать? Я как бы могу объяснить, да? Но как из них сделать одно слово? Пожалуйста, нам подскажи. Я думаю, что это трудный вопрос. Как бы ты на него ответил? Как ты хочешь его заменить? Каким словом? Есть у тебя ответ, Натанель? Я послал. А, ты послал? Ты хочешь, чтобы все прочитали? Пожалуйста, пожалуйста, повторить вопрос. Ага, ты хочешь сказать, что мы должны присоединить окончание личного местоимения к глаголу. Так ты хотел, да? Да. Важно, секунду. Да, пожалуйста, Матвей. Повторите вопрос. Повторите вопрос. Надо соединить два слова в одно. В одно, ага. Ну, знаешь, Натанель... Это то же самое, как мы разбирали на два. В обратную сторону мы всегда разбираем. А теперь Натанель хочет, чтобы мы сделали слово, к которому присоединено личное окончание личного местоимения. Но я тебя, знаешь, хочу, Натанель, попросить. Давай мы не будем очень сильно углубляться в грамматику. Почему? Потому что наша задача сейчас научиться понимать тексты. Мы читаем. Тут много трудных слов, много новых слов, которые мы раньше не встречали. Поэтому, раз мы поняли, значит, грамматика нам понятна. Новые задания по грамматике я не знаю, как мы тут можем с детьми разбирать. Ладно? Мы просто читаем. И следующий чтец у нас, Валера. Он читает следующее предложение. Замечательно. Подожди минуточку, Валера. Скажите же, дети, каждый из нас захотел бы, чтобы вдруг в одну минуточку сделалось такое что-то, какое-то колдовство, и все, что нам нужно выучить, само собой попало нам в голову. Да? Вот это как раз и... Нет. Я бы хотела учиться. Потребовала? Я бы хотела. Нет, потому что тогда не будет интересно учиться. А, молодцы. Какие вы. Я вас поздравляю. Вы настоящие исследователи. И когда дети любят учиться и стремятся узнать что-то новое, причем своими силами, это замечательно. Но можно судить о том, что вы приходите самостоятельно читать. Это тоже очень хорошо. И если Валера прочитал, то мы дадим Александру, потому что еще есть два человека, которые ни разу не читали, а мы уже 40 минут от нашего занятия истратили. Пожалуйста, Александр, читай следующее предложение. И тут получается, что Гамат рассердился и не исчез. И как он сказал? Я потерял свое терпение. Хватит уже тебе. Постерегись, мальчик. Закричал на него Гамат. А тот сказал, я тебя. А не лё похэт, мемха. Вэ лё ашахрэр. И не отпущу. Правильно? И мы переходим к следующему. Вот что происходит здесь. Сейчас мы почитаем. Это уже следующая иллюстрация для следующего листика. Пожалуйста, Алис, читай, что здесь написано наверху. Ага, ух ты, ух ты. Так, остановись, пожалуйста, Алис. Для тебя достаточно одного предложения. Я даже на тоннель, наверное, не может тебе тут задавать все вопросы, потому что тебе трудно будет на них ответить. Тебе главное понять, что тут написано. Од лифныши гамар нильс лягит эт мишпад. Еще раньше, прежде чем он закончил свое последнее предложение, что я тебя не выпущу. Он, Иргиш, почувствовал стират лехи. Вот это вот, дети, скажите мне, что это стират лехи? Кто знает? Удар по щечине. Да, он по щечину почувствовал у себя на щеке. И какая она была? Хазака аль лехи. Очень сильная для его щеки, и он упал из-за этого удара. После того, как нильс почувствовал удар по своей щеке. Довид, пожалуйста. Ахедер исстеркер моль айнав, макома вело айя шри, сари. Сарид? Везехер легамада катан. Легамада катан. Скажи, пожалуйста, Давид, что ты понял в этом предложении? Это же очень важный момент произошел. Вот здесь произошло то, что потом повлияло на следующие несколько месяцев жизни Нильса. Малькодет апарпарим, мы с вами говорили, это сачок, которым ловят бабочек. Айта бимкома вело айя сарид везехер легамада катан. Скажи мне, пожалуйста, Давид, что это произошло? Я не знаю. Гамад исчез. Я не понял вообще это. Ага, вот именно. Поэтому я и хочу, чтобы мы с вами... Посмотрите, гамад исчез. Его, о нем не было даже напоминания никакого и никакого даже маленького знака того, что он здесь был. И он сам, Нильс, оказался, вернее, он увидел, что закрылся, как он, где он там был, этот гамад, в большом ящике, да, в Аргазе. Аргаз был закрыт, да, Сагур, а я Сагур. И сачок для бабочек не был на своем месте. И в то же время не было никаких напоминаний о том, что здесь был маленький гамад, маленький... Можно я спрошу вопрос? Пожалуйста. Пожалуйста. Что тут у нас где-то? Вот, вот, Иргиш, Стират, Лехи, Хазакан. Есть? У Аргиша, что ему было больно. Да, он почувствовал удар по щеке, а потом авто, то ли авто, то, что случилось в... Был, был кувсак, который был открыт. Да, наоборот, этот Аргаз закрылся, и не было этого вот маленького гамадика, он куда-то совершенно исчез. Пожалуйста, Захар, тебе повезло, что ты можешь прочитать второй раз наш кусочек текста, может быть, мы дочитаем до конца странички. Пожалуйста, Захар. 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 Останавливаемся, и мы помним, что он упал на пол, да? Помните, вот здесь вот было... Он был на полу, когда он поднялся, что скажи, пожалуйста, Захар, он открыл для себя, какой стол сделался? Шульхан, а я... Шульхан, а я... Только если он взберется по, наверное, ножке на стул, тогда только он сумеет увидеть книгу, по саму книгу, которая лежала на столе. Настолько он стал маленький, что стол огромный, и на него попробуй-ка залезь. Пожалуйста, Матвей, читайте еще одно предложение. У нас еще Семен проявился, он не читал ни разу. Семен? Ну, извините, сейчас пока Семен уже тогда не в нашем списке. Матвей, пожалуйста. Пожалуйста. Матвей? Да. Пожалуйста. То есть он подумал, Нильс, что заколдованы были все вещи в комнате. Все вещи в комнате заколдованы. Очень хорошо. Теперь следующее предложение читать Натанель. Мы не будем уже очень много времени сейчас посвящать каждому предложению. Главное, что мы их поняли смысл. Натанель, пожалуйста, ты читаешь следующее? Нильса מלבועל, рац החוצה, וגילה שהתכנגולות כל כך גבוהות, האבזים הענקים, והחתול, שנילס כל כך אהב לאיתה לבו, נראה עכשיו מפחיד נורא. ממש נמר. נמר. Скажи, пожалуйста, Натанель, все остальное тоже осталось, как было? Или теперь изменилась? Можно спросить вопрос? Нет, это ты уже сам отвечай. Сейчас твоя очередь читать. Ты можешь сам рассказать, что ты прочитал. Я про то, что я прочитал, спрашиваю вопрос. Ну, смотри, у нас осталось пять минут буквально. Давай дочитаем. Если мы будем выяснять вопросы, то мы не дочитаем сегодня наш дом. Хорошо? Скажи, пожалуйста, что ты понял из этого предложения, которое ты прочитал? Я понял, что он стал таким маленьким, что все... Что он читал... Произошел он. Он вышел? Он увидел, что все животные были... Пока он сам на тоннель, правильно же? Пока он сам не понял, что с ним произошло. Он думал, что Гамад заколдовал все, что было вокруг. Когда он увидел стол, стул и книгу где-то далеко. Но потом он обернулся, и оказалось, что и кошка, и курица, и гуси, они тоже стали какие-то абсолютно огромные. И курица, которого он таскал за хвост, он тоже стал большой. Мамаш, намер. Да? И теперь София читает следующее предложение. Это милец, который у нас не ошибся. Он шахкал от негулот. Он пришел к тебе. Он пришел к тебе. Он пришел к тебе. Замечательно, София, ты прочитала. И тут вдруг оказалось, что Нильс еще слышит и понимает, что говорят животные. Правда? Смотрите. Он вдруг услышал, что курицы кричат. Это Нильс, который все время пугал нас. Магелиха, Магелиха, так тебе и надо, так тебе и надо. Загоготали гуси. Так теперь ты не будешь у нас выдергивать наши перья из наших хвостов. Вот что эти животные сказали. Пожалуйста, Диана, прочитай еще одно предложение. Замечательно, Диана. Ты прочитала все очень хорошо, правильно и быстро. И ты поняла. Скажи мне, что ты прочитала. Что он понял, Нильс? И как он это воспринял? А гамат? Гном его доказал. Что он сказал? Бахман. Он стал плакать. И что он стал звать его? Эй, гамат. Эй, фото. Эй. Альсурли. Где ты? Помоги мне, пожалуйста. Гамат Халиб. Хороший гном. Да. Эй, сэ, коль, ма, шитагид. Сделаю, что ты скажешь. Будь хорошим мальчиком. Я тебе обещаю. Альгамат Нейлям. Что с ним произошло? Он... Ну, гномик исчез. Исчез. Замечательно. Я хочу перевернуть один листик еще и дать возможность Вике прочитать хотя бы еще одно предложение. Потому что она номер 6 в списке. Пожалуйста, Вика. Аль-Рошаар. Аль или? Эль. Если бы было Аль-Рошаар, как бы мы поняли это предложение? Скажи, пожалуйста, Вика. Аль. На голове. На вершине горы. Потому что гора это не... Ой, Роша это не обязательно голова. А еще и вершина. Было бы на вершине горы. А тут у нас Эль. Эль это направление к вершине горы. Да. Очень хорошо. Читаю предложение, Вика. 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 То есть на поверхности земли ее кора, которая сверху, это большие слои покрывающие землю, они все время двигаются. И некоторые, особенно определенные районы, они друг с другом давят друг на друга. И поэтому получаются горы, образуются горы высокие из-за движения коры, покрывающей весь наш земной шар. Замечательно. Ника, пожалуйста, тебе еще можно прочитать предложение? Ника. Так, Нику, не слышно. Валера, по-моему. А, Ника, ты тут? Пожалуйста, читай. Альпим. Альпим. Где жила девочка, Айди, про которую мы читали? Где они жили? Она жила в Альпах. И вот здесь. Шеба Эльпопа. Альпийские горы. То есть нам тут показывают пример горы Альпы. Мы с вами читали длинную повесть про девочку из Альпийских гор. Эти горы расположены в Европе. И потребовалось, не дрышу миллионы и шаним, потребовались миллионы лет, чтобы горы достигли Игию, Легова, Рав, Казе. Чтобы они достигли такого высокого роста. Итак, Валера, читай еще одно предложение. У нас прямо с вами две минутки. Пожалуйста. Как называются горы, о которых нам рассказывают? Альпийские горы, как по-русски это? Гималайские горы, правильно. И что они? Мамшахи. Каждый год. Каждый год их высота увеличивается. Замечательно. И у нас есть еще одна минутка, но мы, наверное, уже остановимся. И сейчас я... Пожалуйста, дети, одну секундочку. Мы с вами сегодня прочитали две страницы книги, ответили на много вопросов, разобрали много предложений. Мы прочитали с вами целую, целую, да, одну страницу с рассказом о горах, о том, как они образуются и как они увеличиваются. Вы были большие молодцы, внимательно смотрели, читали и разбирались. И мы с вами выполнили почти всю программу. Нам еще надо было почитать еще пару листиков, но мы следующий раз почитаем. Просто сегодня что-то случилось у меня с... Вчера вот так у меня получилось и сегодня был перерыв в вещании в нашем. Итак, я с вами сегодня прощаюсь. Следующая неделя мы встречаемся и продолжаем. И прочитаем те два листика, которые мы не успели. Семен, прости, пожалуйста, что мы тебя не включили. Просто...